МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никита, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Сегодня нам стало известно о том, что госкорпорация Русатома разрешила строительство на территории Новоральска, пункта приповерхностного захоронения. Я так понимаю, что речь идет о второй очереди. Подписаны ли документы и так ли это? Да, но я бы хотел уточнить не строительство, а эксплуатацию. Строительство велось последние уже два года. И мы, напомню, в прошлом году проводили общественные обсуждения, общественное слушание, касающиеся лицензии как раз на эксплуатацию хранилища для финальной изоляции радиоактивных отходов 3-го и 4-го класса. Эксплуатация самого хранилища, первой его очереди, ведется с 2016 года. В 2018 началось сооружение второй очереди этого объекта. И в прошлом году, напомню, еще раз повторюсь, в 2020 году мы проводили слушание по эксплуатации. И вот это разрешение на эксплуатацию – это отраслевое разрешение, которое говорит о том, что с точки зрения госкорпорации «Росатом» объект готов к тому, чтобы его начать эксплуатировать. Но суть в том, что для эксплуатации, для реальной эксплуатации этого объекта, для того, чтобы можно было приступить к размещению там упаковок, подчеркну именно упаковок с радиоактивными отходами, нам нужно получить лицензию Ростехнадзора в процессе, так сказать, сыскания, получения которой мы сегодня и находимся. Новоуральск – закрытый атомный город, в котором успешно много лет функционирует флагман атомной отрасли России – Уральский электрохимический комбинат, специализирующийся на обогащении урана и создании мирного атома. Широкое применение атомной энергетики в науке, промышленности и повседневной жизни человека сопровождается образованием РАУ – радиоактивных отходов. Объемы накопленных еще со времен реализации советского атомного проекта РАУ колоссальны. Решение проблем ядерного наследия, обеспечения ядерной и радиационной безопасности населения и окружающей среды на тысячелетия – серьезная техническая, экономическая, а главное – социальная задача. Для ее решения и для внедрения единых принципов, технологий и систем контроля обращения с такими отходами была проделана огромнейшая работа. В России с 2011 года принят федеральный закон номер 190, который предусматривает обязательное захоронение всего объема накопленных и производимых в стране РАУ посредством создания единой государственной системы обращения с отходами и создания национального оператора по обращению с ними. Надо сказать, что в Новоуральске построен и, главное, безопасно эксплуатируется ППЗРО первой очереди. Нынче речь идет о вводе в эксплуатацию второй очереди захоронения в Новоуральске радиоактивных отходов третьего и четвертого классов. На данный момент в рамках этого процесса лицензирования получено положительное заключение государственной технологической экспертизы по этому объекту. Это как раз прямой результат слушаний. И теперь Ростехнадзор будет рассматривать полный пакет документов для принятия решения о возможности выдачи национальному оператору лицензии на эксплуатацию этого хранилища. Собственно, когда мы получим лицензию, так только после этого мы сможем эксплуатировать хранилища. Еще раз повторюсь, это не стройка, это именно эксплуатация. Стройка идет давно и уже закончена. Ну и, наверное, стоит рассказать о том, что общественные обсуждения были с участием всех жителей Новоуральского округа. Каждый мог принять участие, да, и молодежь, и взрослое население, люди почтенного возраста, чтобы высказать свою позицию. Общественные обсуждения, да. Немножко, конечно, другой формат в этом году был. Дело в том, что, конечно, ограничения, связанные с распространением ковида, наложили свой отпечаток на организацию и проведение общественных обсуждений. Мы всегда проводили его в несколько этапов, и эти этапы состояли из круглых столов, которые мы организовывали как в Новоуральске, так и в Екатеринбурге, куда мы приглашали всех желающих обсудить вот эту проблематику. И центральной частью общественных обсуждений были слушания, мероприятия, которые обычно проходили в клубе, да, вот в Новоуральске непосредственно. И, опять же, любой желающий мог прийти туда, выразить свое мнение, это мнение документировалось и так далее. Но в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий пришлось перенести частично эту процедуру в сеть интернет, а сами общественные слушания организовать в виде опроса с фиксированием всех вопросов, всех замечаний жителей в Новоуральском. Мы также выкладывали, как и раньше, все материалы, как в сеть интернет, так и в библиотеку новоуральскую и фиксировали, повторюсь, все замечания и все предложения, которые были у жителей Новоуральска, и не только у жителей Новоуральска. Мы принимали эти предложения и замечания также через интернет, через специально выделенный адрес электронной почты. Поэтому, конечно же, немножко был изменен формат, и к этому были объективные предпосылки, даже не то, чтобы предпосылки, а мы просто не могли эти условия изменить. Но все было сделано в соответствии с положением о проведении общественных слушаний Новоуральского городского округа. Мы не можем, не имеем права отходить от нормативной базы, существующей как на федеральном, так и на региональном, на местном уровне. Это во-первых. Ну а во-вторых, мы, как всегда, попытались даже в этих условиях сделать максимум для того, чтобы те, кто желают обсудить эту проблему, желают эту проблему узнать, может быть, даже немножко поглубже в рамках этих обсуждений, чтобы предоставить им все возможности для того, чтобы сделать это, чтобы удовлетворить свое любопытство, может быть. А может быть, наоборот, значит, не просто любопытство удовлетворить, а прежде всего, значит, высказать свои замечания, свои опасения, ну и прояснить вот некоторые технические моменты проекта. Еще раз скажу, что строительство объекта второй очереди завершено. Сейчас речь идет о вводе его в эксплуатацию. Тема РАО неоднократно обсуждалась общественниками и активными горожанами, которые не только в теории, но и на практике, выезжая на ППЗРО, могли убедиться в безопасности изоляции отходов на Уральске. Национальный оператор открыт для общения и демонстрации всех этапов строительства, эксплуатации, пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов. Под пристальным контролем общественников строили и вводили в эксплуатацию первую очередь. Такая же процедура предусмотрена и для второй очереди захоронения РАО третьего и четвертого классов. Напомню, в октябре прошлого года в МВЦ состоялся онлайн-диалог экологов городской общественности и представителей НОРАУ. Они обсуждали итоги проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензий, документа на строительство второй очереди пункта окончательной изоляции радиоактивных отходов третьего и четвертого классов вблизи Новоуральска. Это плановая регламентная процедура, которая регулируется экологическим законодательством. Общественные обсуждения проходили на основании постановления главы Новоуральского округа Владимира Цветова и длились почти месяц. В течение этого времени в городе проходили круглые столы и социальные опросы, в которых принять участие мог любой желающий. Первое, на чем тогда сделали акцент участники совещания, что в Новоуральске общественные обсуждения прошли очень активно и массово. Активное участие в общественных обсуждениях приняли ветераны УХК, члены движения «НашНовоуральск», а также педагоги школ и детских садов, студенты медколледжа и института МИФИМ. На сегодняшний день «Русатом» разрешил ввести в эксплуатацию хранилище РАУ второй очереди. Разрешение национальному оператору госкорпорация выдала после заключения Ростехнадзора. В надзорном ведомстве убедились, что объект для хранения РАУ построен согласно проекту и предназначен именно для приповерхностного пункта финальной изоляции отходов. Сейчас национальный оператор ожидает получения лицензии Ростехнадзора для эксплуатации хранилища. Мы ждем лицензии и, собственно, от этой лицензии, от даты получения этой лицензии будет зависеть и дальнейшая дата начала эксплуатации хранилища. Я тут должен немножко разъяснить. Мы имеем, как я уже сказал, опыт эксплуатации первой очереди хранилища, которая еще начинала строиться до принятия закона об обращении с радиоактивными отходами, еще до создания национального оператора и Уральским электрохимическим комбинатом. Далее построенная очередь пришла национальному оператору по закону. Дело в том, что национальный оператор – это единственная организация, это государственная организация, единственная вообще организация в стране, которая имеет право заниматься финальной изоляцией радиоактивных отходов. Это важно, потому что и это мировой опыт, когда государство назначает именно государственную организацию для того, чтобы можно было контролировать процесс, потенциально опасный процесс финальной изоляции радиоактивных отходов от и до, чтобы там не было никакой бизнес-составляющей в тарифе, по которому работает национальный оператор, нет доходной базы, там есть только те деньги, которые необходимы на эксплуатацию хранилищ, на создание новых хранилищ, нет никакой прибыли национального оператора. Это абсолютно экологически ориентированная деятельность, а не бизнес-ориентированная деятельность. Это важно. Так вот, мы, имея довольно длительный опыт обращения с радиоактивной очередью, с эксплуатацией первой очереди, учли все замечания, которые можно было бы, весь тот опыт, который мы имеем для того, чтобы создать объект, который был бы максимально удобен и максимально безопасен, главное, с точки зрения эксплуатации. И тот объект, который готов к введению в эксплуатацию на сегодняшний день, конечно, очень сильно отличается от первой очереди и отличается именно с точки зрения удобства эксплуатации, с точки зрения тех, так сказать, эксплуатационных характеристик, которые обеспечивают максимальную безопасность в процессе обращения с упаковками, с радиоактивными отходами. Никита, мы знаем, что в России, вообще в мире был непростой год, да, в связи с пандемией коронавируса. И все-таки, вот, Железногорский пункт захоронения, РАУ, на каком этапе строительства там находится процесс? Ну, я бы хотел подчеркнуть, что в Железногорске у нас мы не строим пункты захоронения радиоактивных отходов, там мы строим подземную исследовательскую лабораторию, которая по результатам исследований может потом быть превращена, точнее, достроена до пункта финальной изоляции радиоактивных отходов первого и второго классов. Это совершенно другой объект с точки зрения класса радиоактивных отходов, который предполагается туда положить, но только в том случае, если вот та подземная лаборатория, которая сегодня создается, позволит доказать долговременную безопасность размещения там радиоактивных отходов первого и второго класса. Только в этом случае мы сможем когда-то, а исследования будут довольно длительного характера, нам еще строить этот объект около пяти лет и потом еще исследования проводить, хотя исследования, конечно же, начнутся непосредственно после того, как начнет сооружаться подземная часть подземной исследовательской лаборатории. И только после, как я уже сказал, длительного периода сначала стройки параллельно с исследованием, а дальше самих исследований уже там без строительной части, после доказательства долговременной безопасности размещения отходов, после доказательства безопасности всех тех технологий, которые позволят там перемещать, обращаться с радиоактивными отходами. И только после этого может идти речь о создании пункта захоронения, пункта финальной изоляции, хранилища радиоактивных отходов первого и второго класса. А на сегодняшний день строительство идет в лаборатории или пока приостановлено? Да, строительство идет. Хочу сказать, что, конечно же, все, наверное, все предприятия, которые работают и в России, и там, не знаю, предприятия по всему миру, любые предприятия, конечно же, столкнулись с какими-то сложностями, связанными с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, стройка идет, стройка идет по плану. И она будет продолжаться, как я уже сказал, порядка, около пяти лет еще. Но сейчас идет, конечно, создан на данный момент энергетический комплекс объекта и планируется провести подготовку для начала сооружения в обозримом будущем в подземной части объекта. Безопасная изоляция и экологическое благополучие – приоритеты национального оператора РАУ. Мониторинг состояния окружающей среды на объектах ППЗРО ведется на постоянной основе, в том числе и в Новоуральске. Объекты для людей безопасны, отмечают экологи. Новоуральцы – народ думающий, осмысленно подходящий к любому вопросу, особенно связанному с экологией. Поэтому на всех этапах с 2017 года общественники Новоуральска ведут пристальный контроль как за эксплуатацией объекта, так и за измерениями, пробами почвы, воздуха и воды вокруг ППЗРО. Открытость – путь к конструктивному диалогу. Именно таким путем следует национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. В Новоуральске уже создана и эксплуатируется первая очередь захоронения радиоактивных отходов, рассчитанная на 15 тысяч кубометров РАУ. Вместе со второй очередью ППЗРО вместит 55 тысяч кубометров. Подобные объекты в скором времени появятся в Озерске, Северске и Железногорске. Никита, поделитесь планами на ближайшее время, что ждет Новоуральск, что ждет атомные города. Я бы хотел рассказать про два объекта, которые сравнимы с объектом в Новоуральске, с хранилищем в Новоуральске, но гораздо масштабнее этого объекта. Это хранилища вблизи Озерска и вблизи Северска, которые связаны, конечно же, в первую очередь с теми предприятиями, которые располагаются в Озерске предприятиях «Маяк». В Северске это Сибирский химический комбинат, тоже один из комбинатов ТВЭЛа. Так вот, мы планируем, наверное, самое важное будет начать нам в этом году сооружение вот этих хранилищ. В Новоуральске, собственно, ничего по большому счету нового произойти не должно, кроме того, что эксплуатация должна где-то, наверное, может быть к концу этого года и, как начало следующего, мы планируем начать эксплуатировать вот эту вторую очередь хранилища. И, конечно же, мы приложим все усилия, и я надеюсь, что коронавирусные ограничения к этому моменту будут уже сняты для того, чтобы пригласить максимальное количество людей, заинтересованных в том, чтобы ознакомиться с тем, как это будет происходить, туда, на объект. Если ограничения будут сняты, то это произойдет какими-то группами, если будут не сняты, то отдельно, конечно же, будет приглашать людей, журналистов для того, чтобы показать, как будет происходить вот эта эксплуатация второй очереди комплекса. Никита, вы сказали про Озерск и про Северск, что там будет масштабнее стройка, чем в Новоуральске. Вот несколько слов можно подробнее? Да, конечно. Дело в том, что просто объем хранилищ, предполагаемых в Озерске, там примерно в четыре раза больше хранилища по объему. Чем в Новоуральске? В Северске примерно в три раза больше по объему. Но если, вы понимаете, это все вещи, которые звучат вроде бы как бы серьезно, в четыре раза, в три раза больше. Но если, например, сравнить с объектом компании-предприятия Андра во Франции, то там объект, например, в 20 раз больше, чем в Новоуральске, ну примерно. И он находится в провинции Шампань, там, где производят шампанские вина. В Северске я вот сейчас упомянул, да, что там примерно объект в три раза больше, что в Озерске, что в Северске. Наша задача в этом году приступить к сооружению объектов, пунктов финальной изоляции, радиоактивных отходов третьего и четвертого класса. Это вот сейчас, наверное, одна из важнейших задач национального оператора, уже начать эти стройки для того, чтобы иметь возможность где-то примерно к 2025 году приступить к их эксплуатации. Никита, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что держите нас в курсе и рассказываете о последних новостях, касающихся не только Новоуральска, но и всех атомных городов России. И надеемся, что еще не раз пообщаемся на эту тему. Спасибо вам. Спасибо большое. Конечно же, всегда рады предоставить любую информацию о наших объектах, о нашем предприятии и максимально объемную и открытую информацию, исчерпывающую и открытую информацию о наших объектах. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»